В Кремле существует несколько партий, и, соответственно, в каждой партии есть согласованные, не очень согласованные концепции защиты власти. Вот одна из партий, она является сторонником присутствия, ну, какой-то формы политической конкуренции, такая, я бы сказал, системно-либеральная партия. Там существуют партии, ну, вот, силовиков разные, которые считают, что необходимо контролировать оппозиционный процесс, ну, не только бороться с ними, там, пугать тех, кто поддерживает эти оппозиционные процессы, но и контролировать. Вот, у них много успешных проектов. Навальный пришел, и с ним вместе человек 25. Они почти с трое вместе с ним пришли, во всяком случае он добился, чтобы их пустили на заседание совета, ну, вот, как наблюдатели. Что-то мне показались лица какие-то понятные, я сел в этой среде, и это были вот эти ДПНИ, националисты Рогозинские, это были баркашовцы, то есть, ну, откровенные фашисты. По сигналам Тора, который участвовал, вот, один из лидеров этих националистов, они аплодировали Навальному, когда выступал Боря Немцов, Гарри Каспаров, там, Лев Пономарев был, еще кто-то из, ну, демократически ориентированных лидеров. Они шикали, и Навального поддерживали так откровенно, то есть, создавали эффект толпы, демократически настроенной толпы, которые вроде бы поддерживают оппозицию, но они очень эффективны спецслужбы. Надо сказать, что они очень эффективно развалили оппозицию, оппозиционные движения, митинги, на которых участвовали вот эти самые националисты, таскали плакаты, там, жидов вводные из русского правительства. Продвижение Навального началось для меня с этого плаката, который висел на доме книги и на Кутузовском проспекте, о том, что вот какой нехороший, я не помню там текста, но лидеры оппозиции Алексея Навального и другие. Другие, Борис Немцов, Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, там, кто-то еще. Это была программа продвижения Алексея Навального. На эхе Москвы была такая программа, не помню, и сейчас есть, как называется, но это обзор пресс. Вот, не знаю, иногда половина времени посвящалась тому, какой оппозиционер Алексей Навальный, как часто его упоминают, потом его перестали упоминать или меньше стали упоминать в пропагандистской кампании, но все равно это упоминали, вот его нету сейчас, но вот о нем говорили, такие-таки продвижения было. В конце концов, это, в общем, абсолютно провокационная идея, попытка контролировать оппозицию. Она получила развитие, поддержку молодежи, неопытную молодежь, двинулась, ну, вот как за Лимоновым. Молодежь, эта монеточка сейчас там, уже сколько времени прошло, она песни поет о Лимонове, я забыл уж как его партия называлась, БНП, вот. Молодежь включилась, ну, вот в эту поддержку, очень много ресурсов было на это направлено, очень много средств, и это отдельная тема, так сказать, средства эти собирались открыты, и мне многие предприниматели говорили об этом, что делегаты Навального обращались к ним за поддержкой, и говорили, что не волнуйтесь, вам не будет хуже, наоборот, мы вам, там, можем помочь, Кремль не возражает, Кремль не возражал против концентрации этих средств. И, в конце концов, ну, абсолютно провокационная идея поддержки не демократических ценностей, а поддержки вот конкретного этого одного кандидата в президенты, в мэры, и огромные ресурсы, которые были на это направлены. Ну, были дураки, их было очень много, как всегда. Да, дураки, которые, там, поддерживали Навального, давали деньги, там, не очень много, но призывали. Вот, но в основном это были указания кремлям, и такой проект не может существовать без поддержки пропагандистской компании, без финансовой поддержки. Так что, с большой долей вероятностей, через некоторое время мы о Навальном мало что будем слышать. Продолжение следует...